Ну, так же, как и Христина, я работала в основном с природными корнями, и очень мне в душу запал ваш цветок это алмаз, и прекрасная легенда о девушке Левозубина. И также я вот сейчас открыла в очередной раз альбом «Лужаны» и обратила внимание, что там тоже на одной из первых страниц фотографии цветка. Поэтому для меня это был таким ключевым мотивом и главным кодом, от которого я уже отталкивалась. Для меня образ цветка — это бутон семь лепестков, которого, как семь деревень, образуются отсветия и историю целого региона. И таким образом, ну, такой принцип позволил создать несколько типов работы с музеем, несколько типов зонирования, о котором я чуть позже расскажу. Ну, здесь, в принципе, просто изображение вашего музея, территории, прилегающей для общего понимания. Ну и, собственно, сама концепция. Я для себя выделила таких три главных мотива — это образ, распускающийся цветка альбом, который получился так же похож на солярный знак, на розу ветров. Такой достаточно общий символ, ну и важный как для вашего региона, так и для каждого, наверное, из нас. Потому что в каждой культуре так или иначе встречаются солярные знаки. Образ бутона и соцветия — как образ единения, как образ комплексный. и образ разлетевшихся на ветру лепестков или цветочные поляны — как отражение нашей с вами реальности, то, что судьбы людей разлетелись по планете, по региону. Точно так же, как и лепестки по ветру. Можно дальше? Ну и таким образом появилось три основных сценария зонирования. Это тот самый бутон. Про конструкцию самих сидений я позже расскажу. Но здесь основным принципом является то, что люди садятся вокруг наших опорных столбов и оказываются, как бы, внутри цветка становятся частью этого цветка пестиками, тычинками, и это объединяет. Второй сценарий — это соцветия, когда это более свободное расположение для каких-то лекционных вариантов или просмотры медиа. И третий вариант — это цветочные поляны, индивидуальные зоны рабочие, более свободные сценарии. Варианты аналогов. Да, варианты аналогов. Хранение информации для сохранения плоских материалов, которые у нас большое количество. Ну и таким образом в музее появилось несколько основных зон. Первая зона расположена вот здесь — это архивная зона, где именно можно хранить документы, то есть это не экспозиционная часть. Здесь мы имеем выдвижные ящики, где можно хранить документы, а сверху расположены фотографии, что позволяет нам погрузиться в местность и погрузиться в личные истории каждого или некоторых из жителей этих деревень. Ну вот, как показано на аналогах, те самые ящички выдвижные. Вторая зона — это информационная. Она расположена рядом с архивной. И здесь для меня главным мотивом была тема исчезновения. Здесь расположены семя плоских досок. Было бы здорово, если бы это были именно доски с деревень. Если такое невозможно, то это, в принципе, материал в любом случае дерева с клеймением, с идентификацией деревень. А между этих досок, вот эти подобные выдвижные конструкции, на которых расположена как раз информация о деревнях, таким образом доступ к информации не буквальный, а для того, чтобы узнать что-то о деревне, о местности, нам все равно нужно приложить какое-то усилие и заглянуть внутрь. И не все буквально. Третья зона — это зона подвижных шин. Такие три окна находятся. Да, это самая большая стена. Она как раз находится напротив входа. Здесь я предлагаю интегрировать библиотеку, то есть на стенах свободных окон расположить стеллажи для книг. А окна в этот момент перегорожены деревянными ширмами, подвижными на колесах, которые также могут служить стендами для размещения плоской информации. Они, ну, как вариант, могут быть перфорацией, что позволит дополнительно играть со светом и, ну, как-то более интересно размещать информацию. И не видно, забывая, как на кругу. Ну, соответственно, это первая позиция, когда у нас открыта библиотека и закрыты окна. Вторая позиция — это когда мы двигаем ширмы, у нас открываются окна, но библиотека в таком ситуации становится закрыта. Это тоже образ исчезновения и образ небуквальной доступности. И появляются плазмы, две плазмы. Да, и сюда же интегрируется самая большая плазма, да. Либо две, либо одна. Тоже постоянно перебили. Работа с деревом, как это возможно. Ну, следующая зона — это стена. Здесь я предлагаю расположить какие-то объемные материалы, экспонаты в таких открытых системах хранения для того, чтобы это было на виду и доступно. И рабочее место смотрителя музея, библиотекаря. Ну, и самая главная составляющая моего проекта — это зоны сидения. Это крупные сборные-разборные конструкции, которые высоту превышают рост человека. И внутри я предполагаю, что это обивка солнечная, желтого цвета — это алмаз, что позволяет как раз использовать вот этот код и алмаз, как цвет. И учитывая то, что это сборная-разборная конструкция, в разных положениях это разные образы. Как я уже говорила на первом слайде, то есть мы можем располагать эти сидения вокруг столбов, и тогда это получается образ закрытого бутона. Мы можем располагать их в более, скажем так, пологие конструкции, тогда это возможность проведения лекций и общих просмотров. И мы можем создавать индивидуальные рабочие зоны, где когда человек может сам почитать книги, ни от кого не зависит. Цветочные поля. Да. Это вот общий образ, как это может выглядеть. Как это может выглядеть? И столбы. Про столбы тогда подробно расскажу. Про освещение оборудования. Как раз вот эти главные столбы, два крайних, которые я планирую использовать, это такие центры притяжения. На них с четырех сторон расположены те самые рамки-мониторы, небольшие, на которых информация о деревнях. И четыре на этом столбе, три о деревнях на этом, и, возможно, четвертый с общей информацией о деревнях. И лампы с подсветками. Эта конструкция также сборно-разборная, то есть она может быть в двух позициях. Первая позиция – это когда все прислонено к столбой, это такой плоский формат получается, когда ничего не задевается детьми, ничего не ломается. И второй вариант – когда цветок распускается, когда мы формируем зоны бутона как раз для получения более подробной информации о деревнях и аудио-информации, потому что здесь же предполагаются наушники. И освещение я предлагаю сделать точечное на потолке, и пол или наливной, или клиткой, ну, то есть с отражающим эффектом, потому что тогда мы получаем образ звездного неба, и стирается грань между полом и потолком, остается только общее пространство и главный образ цветка – это алмаз. Ну, как прошлое и настоящее. Да, прошлое и настоящее, связь прошлого и будущего. То есть нет границ ни в чем. Ну, и в конце я бы хотела еще сказать про интервью, потому что слайда здесь нет. Я также проводила интервью и тоже очень интересный материал получила. Очень разные были возраста, очень разные люди, но самое интересное было опрашивать моих бабушек. Одна бабушка у меня корнями тоже с Нижнего Новгорода, но выросла она в деревне, сейчас переехала… Ну, не сейчас, а, наверное, в возрасте где-то 25 лет она переехала в Мордовию, и ее деревня также исчезла. И у второй моей бабушки точно такая же ситуация, она выросла в деревне, которой сейчас уже нет. И когда я им рассказала обо всем этом, одна бабушка отреагировала… Ну, сначала в трубке было долгое молчание, и такой дрожащий голос от моей деревни тоже исчезла. То есть хочется сказать то, что эта тема близка очень многим. И когда я рассказала об этом бабушке, они обе с радостью согласились сказать, что очень интересно было бы съездить, посмотреть, и, возможно, бы создать на своих местах что-то подобное. То есть у вас уже есть преемники. А вторая бабушка, в первую очередь, когда я задала ей вопрос, а что мы там будем делать, она сказала сразу, а что скажут, то и будем, будем помогать, будем делать. Нужна помощь, значит, поможем. В основном, конечно, интерес был положительный, и всем очень интересно, что это, как это может быть реализовано. Но есть, конечно, и люди, которые говорят о том, что далеко они не поедут. Но, тем не менее, общий настрой положительный, что, конечно, очень радует. Спасибо.